Друзья, мы едем кататься на Тесле. Это аппликейшн Тесле. Тесловская на телефоне показывает, сколько там осталось зарядки. Можно посмотреть, сколько температуры. Вот пишет у нас сейчас в салоне. Издалека мы видим. Сколько сейчас я могу включить кондиционер, выставить заранее. Да, температуру. Машина включилась. Пока мы подойдем, уже там будет 20,5 градусов. А если кто-нибудь угонит, видно, кто там сидит? Да, видно никто сидит, а видно, куда она едет или где она сейчас. Мы видим, мы здесь, машина вот здесь. И когда она едет по дороге, тоже видно, куда она едет. А реально угодно? Нет, нереально. Ее можно дистанционно остановить. Ничего себе. И управление, опять же, можно открыть крышу. Можно побибикать, например, или помигать лампами. Вот туда. А, вот она, да. Это она мигает. Да, это она мигает. Или вот побибикать, да. Вот это вот я на телефоне нажимаю, она вот мигает, бибикает. Можно открыть двери. Можно уехать без ключа, но с телефона. это можно шутить соседям поставить можно открыть крышу можно открыть двери например ну там случай человек уехал в отпуск оставил машину там не на том месте запарковано да потом пригласил товарища и там мы стоявание открыл двери включил машину он уехал перепарковал понял то есть машина как бы на телефоне вся телефоне мы еще не сели в машину а уже уже как бы покатались немножко как-то увидеть как вот это впереди багажник и сзади вот ключик такой вот он в виде машинки тут про за чехольчик такой ключ вот на 5 нажимаю на передний багажник он возьми откройся а лампочка там есть нет это вопрос багажник а это телефоном да вот багажник такой спереди а там еще дыр туда чемодан можно засунуть багажник это мотор до вместо мотора вот сзади там ну не суть сзади довольно просторно я встала багажничек вполне одежь весь приводной механизм он между колесами мотор находится в эта машина как бы такого первого поколения как они говорят классик вот то есть она заднеприводная и мотор вот он там находится между колесами всего 420 лошадиных сил 420 это много учитывая что машина не гигантская в общем она так сколько весит она лишь а то есть она увесистая у нее так мишка до садись ну давай я пойду я же я же тут с репортажа двадцать с половиной градусов так мы заказываем ой мама эти залезаем все залез так надо застегнуть ремешком достигнутся если можно музыку убрать у меня музыка она потом ютюбом будет расценена как все таки этих техническое безобразие вот у меня раз жалуется что или желтая вот это что передний боговики двери открыл вот она рисовала 2 откуда вот и все остальное не закрыли никакой не чудо мы тоже своих машинах ой там какая девушка у них появилась хорошо тут у нас может сказать компьютер такой он можно по ним пальчиком водить да да то есть можно водить пальчиком можно увеличить на весь экран карту местности сделать но нежно и какая-нибудь ручка машина включается если вы видите ручек у каких нет нету ручки бутылка воды вот что можно сказать значит карта музыка календарь он синхронизируется с моим outlook вот тут значит можно статистику по зарядам смотреть можно можно так например сделать поменять местами карту с этим делом вот есть интернет-браузер из камеры заднего вида телефон браузер то есть нормально у него своя сим-карта и свой интернет платит за все tesla за интернет за этот и как бы это видео только нельзя но машина собой там собака она машина сама сколько стоит ну tesla они диапазон где-то от это 70 тысяч до 130 ну здесь как бы лакшери картики да но вот топовые модели которые сейчас стоит там 130 это 770 лошадиных сил это разгон до 100 километров в час где-то за 2-3 секунды секунды 2-3 секунды вот и все кого все машины которые произведены после 15 октября 16 года они оборудованы всеми датчиками необходимыми для пола полного автономного управления то есть там 8 камер радар 12 ультразвуковых датчиков gps и все остальное это значит что концу года обещают что выпустят софт машина сама себя обновляет это раз в месяц приходит новый апдейт и появляются новые функциональности вот и работает это так что при полном автономном управлении вы можете сесть на заднее сиденье и сказать домой и по новостей чем за машина запаркулись фактически речь идет просто о законодательном праве так ездить на которого еще нет да или же но она скоро будет к этому очень бодрый и поэтому мы можем поехали то есть я давай машина включилась я сжимаю на тормоз других управлений а сколько педалей 2 но газ тормоза и вот ручка там как у мерседеса типа вперед вот она жалуется сейчас была машина она нарисовала здесь что внимание да 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 но мы проще скажи пожалуйста зачем столько лошадей в этом же нет дело в том что дело в том что когда вы едете на обычной машине как бы ну вялотекущий процесс такой вот а тесла основном продажи происходит именно из-за того что люди один раз попробовали на ней ездить и вот это ощущение вот этой мощности дорога и дашь причем у нее до власть выглядит так что у вас все это вся эта мощность она доступна при нуле оборотов набора то есть при нуле вы нажимаете на как бы газ он не газ а там все же акселераторами как назвать вот и он все эти лошадиные силы отдает мгновенно и вы улетаете просто вот мы сейчас немножко выйдем на более ровную дорогу я вам даже у него нет как при переключения нет трансмиссии нет ее нет просто есть мотор есть гербокс ну то есть редуктор который стоит и ось колес на нем и все то есть поэтому никаких задержек просадок там переключения этого ничего нет вот то есть нет звука нет все управление идет через экран фарами крышей там лампочка то есть все-все-все-все через и на интеллект уже ну это это еще туповатая машина как бы эта версия она такая скажем дело идет именно к тому что вот даже model 3 model с все что уже начало производиться она имеет оборудование достаточное чтобы вы уже сидели пьяные на заднем сиденье вот и песни караулы домой да и она вас отвезет определив что вы пьяный она не важен мне она сама едет вас ваше участие не нужно с точки зрения водителя который вот привык жать кнопку газа педаль газа есть какая-то пункта фундаментальная разница вот как ты жмешь вот на это нет вот смотрите дайте нажмем вот мы уже 65 меня вдавило отказать что да это первый момент мгновения рванула я потом отпустил она и так она бы и продолжила но 420 лошадей хотя у хокковой модели 770 поэтому у меня всего за 4 2 разгоняется до сотни до 60 миль в час а топовые значит в два раза быстрее и эти в два раза на этих секундах это совершенно другой калинкор это вы абсолютно другое впечатление то что мы сейчас разогнались это вообще мы стоячие это хорошо но если еще разочек еще разочек ну давай я сяду а а написано 40 а если дураку достанется извините единственное что дураку повезет это то что машина очень безопасная за счет того что отсутствует двигатель впереди да этим не повезет то есть машина по всем параметрам так 5 звезд и так далее на очень взрослой планирует ли тесла делать автосалоны как я понимаю сейчас на теслу очереди нет необходимости делать магазин магазин есть но это шоурум так как на салон и просто пока заказ машины все равно идет чип онлайн через веб-сайт цена фиксированная да только вот поэтому никаких вот этих вот дилер шипных разводов нету потому что цена фиксированная выбрали онлайн опции получили цены нажали купить сегодня на те модели которые в шоуруме стоят на них очереди нет то есть можно прийти взять но то есть это фактически определяет цену да то есть это тяну скинуется одинаковые не важны нет я не со смыслом цена на автомобиль если ее скинуть например и возникнут дикие очереди все равно производство ты не можешь удвоить или утроить быстро поэтому да поэтому в шестнадцатом году тесла произвела до 83 с копейками тысяч автомобилей сколько 83 тысячи тропили предыдущих 2015 было 53 тысячи автомобилей то есть существенный прирост в отношении тесла но в общем конечно это копейки там в этом году там я думаю где-то будет более 100 тысяч автомобилей выпущены в восемнадцатом году планируется выпустить всего порядка полмиллиона автомобилей двадцатом миллион до полмиллиона это уже серьезно поэтому сейчас фабрика расширяется там носите фриман где находится основное производство одобрила расширение фабрики примерно в два раза площадей ну что поехали вот так вот можно показать на 70 миль до и но да то есть отлично а что за женщина слева а это вот музыка играла альбом который понял хочу зеленая это вот красная вот это вот оранжевая это мы расходуем энергию и вот там в киловатт а сколько мы расходуем сейчас вот часто мной когда я отпускаю газ она начинает рекуперацию торможения то есть вот это зеленое это сколько киловатт мы сейчас обратно в батарею засылаем вот то есть это мы тратим это мы тратим вот это мы заряжаемся и вот справа график расхода заряда а вот конкуренция которая между час разными компаниями вот например я читал где-то с год назад там что-то и говорили что самая продаваемая это ниссан лифт по моему да на тот момент это региона где-то продаваемые это не очень но имел сюда в целом по стране но вот все-таки мы видим что сейчас очень многие компании практически все до основные компании они все пытаются сделать свой какой-то электромобиль они как-то уже участвуют в конкуренции или тесла считают что как-то вот их их рядом нет они там что можно не беспокоиться день никого нет все кто кроме вот недавно был выпущен на chevrolet bolt вот который они произвели и там пока что по моему примерно полторы тысячи экземпляров вот немного немного да единственная у них цель производства этого автомобиля это списать кредиты на машины которые расходуют много электроэнергии то есть это они в убыток себе производят продают за 37 с половиной тысяч этот автомобиль он пробегает 230 миль на одном зарядке и он он такой вот как бы маленький не очень мощный и это единственное как бы это конкурент они горят model 3 но на самом деле model 3 будет намного круче а воду ты она когда собирается начало производства будет концу лета вот этого года этого уже не все-таки собрали деньги с большого количества людей это более 400 тысяч человек за ты не занесли тысячи долларов карты но я например зарезервировал себе две на всякий случай всякий случай да потому что если вы впереди как бы этого списка да вот то америка вам компенсирует порядка десяти тысяч долларов после покупки вам вернут можно вопрос да а вторичный рынок он уже есть вот есть конечно потому что люди ну те кто покупает если они но не бедные скажем так вот эти не бедные люди покатавшись вот этой машине у нее нет автопилота да вот она 14 года модель и как бы для автомобиля что такое там двухлетние машины там ерунда а для теста это уже такая старина как это нет автопилота нет радара нет значит уже хотя она там по динамике а там хороша и она семьдесят восемь месяц да то есть она отличная машина у нее там воздушная подвеска где вы можете клиренс менять как хотите выше ниже там и так далее вот у нее там много очень умных функций все но масштабах тесты где изменения происходят там раз в месяц или там чаще вот это уже как бы настолько старинная машина со своими приколами то есть она уже смешно говорить поэтому богатые люди они конечно покупают новые версии вот и я вам честно скажу я как бы то что я вижу но по своим ощущениям и по тем людям которые купили теслу обратно на бензиновый мотор они не пересядут это это не как это уже как бы настолько вас портит вот этого вот мощью вот этой умностью вот этими всеми как бы в общем-то аэроуглеводородов конечно заканчивается да те кто и может себе пока позволить и те кто им пользуются они люди уже все это уже как бы не продали я вам как блогер как блогер я поскольку снимаю в салоне все время у меня вот на дэшборде там стоит подставочка на ней там камера сверху и мне например критично чтобы в салоне было тихо допустим вот я езжу в лексусе и лексус довольно тихая машина но если мы выезжаем на хайвей например и вот у меня там стоит камера да с водительской стороны а светлана сидит в кресле рядом уже и очень плохо слышно уже там бардак по городу при низких скоростях нормально я просто чем говорю что вот я пытаюсь послушать как она едет но относительно тихо здесь я не могу слышите только шум шин да по дороге да да то есть одно родной мотор не гудит да только когда он ускорение немножко там слышно такую слышно как ливание такой очень большой тихо 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 так и стекло тоже резонатором является да то что надо от дороги она должна ну да сейчас так просто тихо в момент когда мы разгоняемся например уже ослышен такой звук высокой ну давайте послушать давайте разгоняемся тихо сейчас секунду я на поставлю ага пошли ну практически ничего такого так может быть чуть-чуть чуть-чуть попищала это не сравнить конечно с обычным моим мотор и но тут еще очень вот как бы если вы за рулем и вот это вот реакция между нажатием на педали когда она рвет когда 0 задержки то есть это мгновенная реакция она вот очень подкупает и это такой фан ну что разобьемся мы сейчас видим куда-то могу ориентируй словами по нашей навигации навигации есть можно набрать адрес вот например покажем как набрать адрес адрес будем ловом 57 ну холодно плохое нет яй день вахтой этого сейчас напишешь посчитает вот она нам нарисовала мы сейчас едем То есть, опять же, не надо менять масло, не надо менять фильтры, не надо делать смок-чек. Что не надо делать? Раз в году вам рекомендуют заехать на сервис, чтобы они там посмотрели, как вообще. Вот что вообще они смотрят? Ну, смотрят там, я знаю, может, у вас там где-то вода затекает или какие-нибудь там, ну, где-то резинка неуплотненная, может, что-то для бежевых. Ну, хорошо, все-таки получается такая история. Значит, вот сейчас машина стоит, скажем, от 70 тысяч. Причем она напоминает как бы Apple-овский телефон, да? Только купила, уже устарела, так получается. Значит, получается так, сегодня ты купил себе за 70 тысяч машину. Через три года. Тут есть один момент, очень серьезный. Машина самообновляется так же, как телефон. Софтвер? Софтвер, да. И у нее появляются новые функции. У нее, вот, например, сейчас выпустили все эти наши машины, они, Тесловские, они не имеют, хотя хардвер есть, то есть оборудование, но он не умеет изображать полный автопилот. Да. А через месяц-два-три выпустятся новые апдейты, машина сама себя проапдейтит, и эти все функции появляются. Так же вот было и первая версия автопилота. Ну, хорошо, вот сегодня ты за 70 тысяч берешь машину. Да. Пройдет там три года, например, и можно будет там за 30 тысяч взять там Model 3. Да. Так же ж такое получается, значит, как бы деньги как-то на ветер или это другого качества все-таки машина? Ну, как бы автомобиль, он как бы свои функции выполняет, правильно? Да. Плюс то, что вы купили Теслу, она, как бы вы застрахованы тем, что софтверно она себя обновляет, она получает новую функциональность, как бы бесплатно, и этот как бонус вам позволяет машине быть лучше и лучше с каждым годом, она становится все лучше. Она может сама запарковаться? Эта модель нет, но все, что было выпущено где-то с октября 2015 года, может. А эта 2014 года машина, она не может. Ну, вот рисует. Да, камера задняя. Еда, да, и так далее. Вот, то есть это, скажем, за счет того, что она самообновляется, за счет того, что там заложено очень много материалов и решений, которые позволяют им жить долго, она будет лучше и лучше быть со временем. Поэтому она, вот как бы, вы купили одну машину, а через год она стала лучше. То есть ни одна машина такая, никто больше так не ездит. Есть уже какой-то опыт с остаточной ценой? Вот ты проездил два года, скажем, заплатил 100 тысяч, проездил два года, сколько она стоит? Ну, она тоже, конечно, естественно, теряет цене, но она цену держит, я видел статистику, она лучше цену держит, чем Lexus и Mercedes и BMW. Ага, хорошо. То есть у нее остаточная стоимость выше. Отлично. Потому что, опять же, мотор, то, что Tesla планирует делать, это гарантия где-то на миллион миль. Хорошо. То есть там 1,6 миллиона километров, чтобы мотор служил. Батарея 8 лет. То есть через 8 лет, конечно, машина устареет. А вот говорят, Китай что-то такое рвется в этот бизнес. Да, конечно, то сейчас все рвутся, потому что сейчас, когда в 2012 году все смеялись над Теслой и Илон Маском, говорили, зачем вам этот геморрой. А я его уже тогда любила. Это смешно было слушать. Ну, как бы, не смешно, то есть люди говорили, ну, куда ты лезешь, как бы, в бизнес, где фирма последняя Chrysler была в 1925 году организована. И после 1925 года ни одна фирма в Америке автомобильной не была основана, которая бы выжила. Вот. И тут товарищ взял свои деньги, занес, организовал фирму, и все смеялись. Какие электромобили? Это, мол, ну, ерунда полная. А если вы сейчас посмотрите, то с каждым годом все главные автомобильные концерны, гиганты, они все переключаются, потому что они видят, что Тесла у них захватывает рынки, вот, топовые, вот эти, лакшери, как бы, модели автомобилей. А скоро и остальные подберут? Да. Поэтому получается как, что сейчас, например, там я слышал, ну, читал статистику, что в 16-м году Тесла продала машин, ну, например, Model S, да, большой седан люксовый. Этих машин Тесла продала больше, чем, там, Mercedes, BMW вместе взятые. Такого же класса. Такого же класса, да. И, естественно, у Теслы продажи выросли, там, на 30%, по мере их, как говорится, ограничений по производственной мощности. А у этих ребят продажи упали. Но не потому, что у них производственные мощности упали, а потому что спрос ушел в Теслу. И они видят, что эта машина, она, как бы, будущий, потому что это намного дешевле. Если у вас есть дома солнечные панели и электроавтомобиль, то у вас вообще бесплатно. Вы сами себя зарядили, сами себе катаетесь. Остаток продали в электросеть. Да, остаток в электросеть. Или даже, ну, вот я честно скажу, я там вот работаю на этой фирме, этой машине уже, там, я ее владею где-то, там, год и два месяца. Я поставил заряд, розетку дома, чтобы ее заряжать. Я проверил, розетка работает, и с тех пор я ее ни разу не пользовался. То есть, вот я год с лишним владею машиной, я ни одной копейки не потратил на энергию для автомобиля. Из дома? Из дома. То есть, где-то на работе, может быть, ездил? Да, у нас на работе есть бесплатные зарядки. То есть, я приехал на работу, подключил ее к розетке, вечером, то есть, к концу рабочего дня она полностью заряжена. Если я куда-то еду, у меня бесплатные суперчарджеры по всем дорогам, основным, через каждые 100 миль. Я могу остановиться. Никогда не считал, сколько ты в год на бензин тратишь? Да. Я в год. Я немного, я мало езжу. Ну, это зависит. То есть, я там до работы, я еду там 35 миль и назад. Это прилично. 70 миль у меня выходит. А с этой машины я трачу ноль. Ну да. То есть, у меня на обслуживание ноль, на бензин ноль. То есть, наносим удар по ближневосточному, я так сказать... Ну, для все производители нефти, они должны уходить, видимо, в использование нефти для производства синтетических волокон, наверное, кожезаменителей, дерева. Они вот сейчас уходят в производство солнечной энергии, там у них жарко. Нет, ну правильно, у них солнца много. Но нефть, углеводороды, они всегда будут ценены, наверное, потому что их не только можно сжигать. Да. Из них можно делать много всего полезного. Конечно. Вот. То есть, еще и Менделеев ругался, что же вы делаете. Да, да, да. Вот. Поэтому, все равно нефть будет в цене. Но не в таком объеме она будет нужна. Поэтому... Может, ее уже не в таком объеме и есть? Да, ну это такой вопрос. Мы не знаем. Мы не знаем. Вот. Но, если, скажем, сейчас в Европе, например, основной потребитель Теслы – Норвегия. Там уже чуть ли не 30% всех продаж – это Теслы. Ого. Потому что у них очень дешевая энергия за счет… у них масса гидроэлектростанций. Ого. Вот. И они… Экономят. Они субсидируют, они государство доплачивает. Но, опять же, как и по Америке, так и там в Норвегии, там в Европе доплачивают владельцам Теслы. Но нет фирмы Тесла. Естественно. Вот. То есть фирма Тесла вообще от государства ничего, никаких субсидий не получает. В принципе. То есть тут все идет субсидирование за счет инвесторов и за счет внутренних ресурсов. Вот. И норвежцы хотят, чтобы у них все было чисто и красиво. Они хотят дышать свежим воздухом и энергия от гидроэлектростанций будет заряжать автомобили. Ни выхлопа, ни звука, ни шума, никаких… Вот мы разгонялись, не разгонялись, вы же ничего не слышите, правильно? То есть чуть-чуть там что-то посвистело и все. Вот. И ничего не воняет. То есть вот я сейчас уже… Там вот едет рядом машина, которая впереди стоит, да, с этой трубой. И вот выхлоп этот вонючий там, и она дыр-дыр-дыр, вот это вот гудит. И она там хрипит и воняет. И думаешь, да господи, когда вы уже это все закроетесь? Да, потому что действительно там типа 5 литров мотор, и он естественно воняет, и тот же дизель-гейт эти все и все остальное. Поэтому… А здесь тишина. Ни дыма, ни вони, ничего. Спокойно вы себе выработали эту электроэнергию. Даже если это газовые электростанции где-то там расположенные, у них все равно КПД не сравнить с бензиновым двигателем. У них там 80 процентов, а у этого 25. Хорошо, давайте мы… Я от лица зрителей, которые нас смотрят, давайте мы Алексея поблагодарим. И у меня батареечка садится в камере, я уже должен запись остановить. Мы же тут добеседуем без записи. Счастливо! Да, до свидания всем. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!